Сила Сибири набирает обороты. Всем привет! С вами иркутские комрады Дизи Берковиц, Васо Папиросыч. Хей! Да, и сегодня мы поговорим о свежем приобретении господина Папиросыча, о чудо-трепульке под названием Нод Стар 2, созданной украинским модером Лемуру. Вообще, Лемуру, товарищ, достаточно интересный и имеет очень богатую историю. В принципе, многим он известен больше как изготовитель, наверное, дриптипов, нежели чем каких-то других девайсов. Ну и, соответственно, наоборот, для кого-то он исключительно изготовитель дрипок как таковых. В частности, у него была безумно популярная серия дрипок Eclipse. Потом, не так давно, он выпустил узко ограниченным тиражом, собственно, дрипку Норд Стар, потом Норд Стар 2 в двух вариантах, в титановом и бронзовом корпусе. Вот у нас сегодня именно в бронзовом корпусе вариант. И сейчас у него выпущена новая его дрипка для ботом-фидера. Напомни, как она называется? Ревенфолк. Ревенфолк, точно. После этого Лемуру сказал, что он перекрашивается, и бренд Лемуру отказывается, в принципе, и будет какими-то другими загадочными проектами заниматься. Тем не менее, дрипку достать в рознице сейчас фактически невозможно, потому что она была раскуплена фактически моментально и разошлась сразу по цепким лапам камрадов. И нам повезло одну из них сегодня, собственно, взять и покрутить. Так что давайте посмотрим на нее поближе. Итак, что вы получаете в комплекте с дрипотомайзером? Собственно, сам дрипотомайзер, состоящий из двух основных частей в лице базы и топкэпа. Фирменный дриптип. Хотя, конечно, назвать его слишком уж фирменным и прямо Лемуровским очень сложно. И ремкомплект, состоящий из двух запасных винтов для стоек, двух пинов плюсовых и комплекта варингов на все случаи жизни. Теперь, что касательно самой конструкции дрипки. Дрипка имеет классический нижний боковой забор воздуха. Воздухообдув у нее регулируется поворотом кольца. Кольцо ходит очень мягко. Уработка шикарная. И после этого воздух попадает, собственно, в испарительную камеру на вашу спираль. Обработка купола испарительной камеры достаточно простенькая. Но, в общем-то, учитывая ценовую категорию данной дрипки, было бы странно, если было что-то иначе. Видны внутри следы от фрезеровки. Вместимость дрипки составляет порядка одного миллилитра. Здесь мы видим непроливайку, которая не позволит ничему выплеснуться через дриптип при переноске. Теперь, что касательно основных ТТХ-устройства. Общая высота в сборе без манштука составляет 21,5 миллиметр. Диаметр 22 миллиметра. То есть будет нормально смотреться с большинством самых распространенных механических модов и среднестатистических бокс-модов. Воздуховод под спиралью имеет диаметр 2,1 миллиметра. Соответственно, путем поворота кольца можно его уменьшить до, судя по всему, примерно 0,5-0,7 миллиметра и сделать себе хорошую тугую сигаретную затяжку. Трипка выпускается в двух вариантах. Она бывает либо в бронзовом корпусе, как данный экземпляр, либо титановая. Бронзовая версия немного потяжелее. Ее вес составляет около 28 грамм. Титановая, соответственно, полегче. Ее вес всего жалкий 17 грамм. Плюсовой пин регулируется. Сделан под шлиц. Немного не по центру, но это да бог с ним. На нижней площадке дрипки видим гравировку. Northstar 2 RDA Made in Ukraine. И замечательную вязь по всему кругу. Теперь попробуем все это добро намотать и попарить. Для намотки будем использовать стандартный 0,32 Кантал. Намотаем его микрокойлом. Думаю, что на 2 миллиметра. Этого будет более чем достаточно. Так как дрипка предназначена все-таки больше для тугой тяги. Ставить туда какие-то парнокойлы не вижу абсолютно никакого смысла. Продолжение следует... Демонстрация всего этого добра. Да, итак, посмотрели мы на это счастье вблизи. И что мы, собственно, имеем сказать по этому поводу и показать. У грибки, конечно, есть парочка конструктивных недостатков. В частности, лично мне жутко не нравится, что у нее... Да, очень свободно ходит в лицо регулировки обдува. Но это же и плохо. Потому что когда я ее накручиваю на мот, оно прижимается и чутка поворачивается. Соответственно, моя регулировка, которую я выставлял, она чуть сбивается. Это слегка напрягает. Ну, с предварительным десдвигом в сторону. Да, надо накручивать с предварительным десдвигом в сторону. Теперь, что касательно вариантов обдува. Немножко потыкавшись в отверстие, поняли следующее. У него самое большое отверстие это 2,1. Среднее это порядка 1,4 мм. И самое маленькое, судя по всему, все-таки не 0,5 мм, а где-то 0,7 мм. Итак, сюда мы намотали, собственно, микро-Койл из 0,32 кантала. Сопротивление получилось жалкие 1,2 Ома. Давайте попробуем, что это добро дает нам на вкус на, допустим, 15 Вт от мощности. Ты говоришь, жалкий, гигантский 1,2 Ома. Наваливает, наваливает. Да. А наваливает оно действительно неплохо для достаточно олдскульной намотки. И в выставленном обдуве, кстати, 1,4 мм. То есть на полную мы обдув даже не решились выставлять. Вообще, по общим впечатлениям, грибка действительно из разряда вкусовых. Ни в коем случае она, конечно, не предназначена для установки парнокойлов. Ну, стойки физически не предназначены по всей этой извращении. Но вкус с нее весьма и весьма бодрый. Нам определенно нравится то, что получилось у Камрада Лемова в этом отношении. Очень простая эксплуатация в обслуживании грибка, ничего особенного, простейшая конструкция. При этом объем почти добрый миллилитр, что на сигаретной тяге это, мягко говоря, даже не на один перекур, не проливайка, кольцо регулировки обдува. Собственно, нижнебоковую обдувку, что еще надо для полного счастья настоящим индейцам, гражданинам. Ну да, и выглядит неплохо для собой. Наличие в свободной продаже. Я тебя умоляю, она выглядит очень просто. В ней простота друг молодежи. А цвет? Да, чудесный бронзовый цвет. Вообще, кстати, бронза, она действительно может отпугнуть некоторых товарищей от поисков данной грибки. Для них, видимо, и предназначен титановый вариант. Бронза, она очень интересно протенироваться будет. Потому что вот колпак, допустим, он хватать будет и чаще, он, соответственно, будет чуть больше блестеть. А патина вся, основная, уйдет именно на кольцо регулировки обдува. И поэтому, может быть, тональность немножко отличаться будет в итоге после определенного количества времени использования. Остальное очень-очень-очень-очень понравилось, прямо очень понравилось. Из относительных еще минусов, ну да, при паровозинге у него колпак-то греется, конечно, будь здоров. Но от этого никуда не денешься. Как мы видели, в общем-то, вблизи колпак достаточно тоненький. Опять же, те, кто ищет себе, скажем, грибку с другой тягой, под жидкость с достаточно большой крепостью, я думаю, вообще прекрасный вариант. Ну да, для любителей сигаретной тяги это прям супер-супер вариант из новодела. С достаточно неплохим качеством изготовления за крайне-крайне скромную стоимость. Потому что, ты, Кирилл, ее взял порядка... 1300. 1300 рублей. Титановый вариант был чуть дороже, полагаю, да? Одинаково цена. Одинаково. Что титан, что... А какой титан он, знаешь? По-моему, WT3-1 или WTZ-1. Ну, понятно. В общем-то, это стандартная версия титана, которая используется в большинстве модерн, за исключением разве что японцев. Бешен хип-понцев. Да, бешено одного, WT16. Да, там WT16, если помнить. Не изменяет, но это бокс. В общем, как бы то ни было, при наличии достаточно малого количества недостатков, трипка крайне понравилась, крайне одобряем и прям рекомендуем ее поискать на вторичке всем обценителям именно хорошей тугой сигаретной затяжки и достаточно глубокой трипки вообще как таковой. Поэтому определенно... Да, зашла. Наш выбор. Да. Наш выбор и никаких velocity стоек. Да. Поэтому всем спасибо. Да, всем пока. Пока-пока.